Здравствуйте, я Наталья Некрасова, сатор школы машинного вязания, где мы обучаем стримительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Если вы недавно купили машинку, машинка досталась вам наследство, либо вы случайно нашли ее у себя на антресолях и захотели научиться вязать, но не понимаете как, даже как подойти к этой вязальной машинке, приглашаю вас в нашу школу машинного вязания. Мастер-группа самых-самых новичков для тех, кто только осваивает машинку, стартует 15 сентября. Наша школа занимается обучением вязанию уже больше 8 лет, и в этом году программа курса кардинально изменилась. Мы сделали упор на быстрое обучение и на быстрое вязание. Поэтому задача быстро научиться вязать на вязальной машинке. Основные вопросы ставятся именно так. Я купила машинку, нет ли у вас какого-нибудь урока по вязанию какого-нибудь изделия, чтобы я быстренько могла что-нибудь связать? Есть такие уроки, только научиться по ним невозможно. У вас нет основных знаний и работы на вязальной машине. Поэтому учиться вязать по разрозненным мастер-классам не получится. И бессмысленно учить бегать того, кто не умеет ходить. Наша задача сначала научиться ползать, потом ходить. Только после этого мы с вами будем бегать. Если вы уже начали вязать, то скорее всего столкнулись с массой проблем. И не надо думать, что у вас какие-то уникальные проблемы, у начинающих проблемы абсолютно одинаково. Практически каждая проблема имеет свое решение, если только машина у вас не бракованная. Так вот решением именно этих проблем мы и занимаемся на нашем вводном курсе. Потому что первый этап, это самое главное, научиться работать на вязальной машинке. Вязать простейшие изделия. Не надо вязать какие-то замысловатые, сложные полотна. Научитесь вязать просто уверенно. То есть уверенно владение вязальной машинкой, это задача первого этапа обучения. Второй этап, это уже посадка изделий на себя, это уже фантазийные какие-то изделия, это уже достаточно сложные вещи, которые вы можете вязать по чужим мастер-классам. Третий этап, это собственный личный креатив. Мы умеем придумывать изделия, либо адаптировать чужие изделия под свои какие-то потребности. Это высший пилотаж. И самое сложное у нас это не связать, это придумать. Пока я вас приглашаю на первый курс вязания, которым мы с вами занимаемся знакомством с вязальной машинкой. Вводный курс это видеоинструкция, что делать, как правильно, почему именно так и как делать не надо. Потому что если вас взяли за ручку и провели мимо всех кучек, вы конечно не споткнетесь. У нас с вами обязательно будет обратная связь. В отличие от многих других школ, у нас нет формата без обратной связи. Вас никто не оставит один на один с вашими проблемами. Обратная связь у нас не только желательна, она обязательно. Мы задаем вам домашнее задание по каждому уроку и вы отчитываетесь за выполненный материал. Только так мы можем убедиться, что все усвоено и у вас все получает. И первое изделие, которое мы с вами вяжем, это шапочка с ушком. Не надо думать, что это простая, ни никчемная, ни нужная шапка. Я шапки не ношу. Такие вот бывают аргументы. На самом деле задача не шапку связать, а собрать воедино знания, которые мы получили на первых двух уроках. Основной нюанс. Мы с вами попадем в размер. Это обязательно. Для многих это чудо. Мы вяжем достаточно сложную конструкцию частичным вязанием с широкой планкой. Если вы думаете, что это просто, попробуйте, убедите, что это не так просто. Мы с вами выполняем узор без сбоя и мы с вами выполняем достаточно приятную гладенькую макушку. То есть шапка является показателем усвоенных знаний. Это очень приятный момент и для многих глаза открываются на вязание совсем с другой стороны. Четвертый урок это джемпер. Это настоящее взрослое большое изделие, которое мы с вами получаем на четвертом уроке после начала знакомства с вязальной машиной. Тех знаний, которые мы получили за три предыдущих урока, достаточно, чтобы связать такой джемпер. У нас он представлен в мини-формате. Вы видите изделие на нашу мини-модель. Он представлен в двух вариантах. На мальчика и для девочки. Но если вы чувствуете себе силой и вам нравится эта модель, вы можете ее связать на себя. Вы видите модель джемпер-рыцарь на Светлане. Отлично также смотрится на подростках. Меняете цвет, вы можете заменить какие-то детали на другие. По согласованию с нами мы поможем вам это сделать. И получите замечательный джемпер на четвертом уроке после знакомства с вязальной машиной. Стоимость этого курса 3000 рублей. Ссылку увидите под этим видео. И после того, как мы с вами усвоили азы вязания на вязальной машине, мы можем переходить на второй курс вязания, где мы основой берем ручные расчеты. К сожалению, на вязальной машине невозможно считать без расчета. И для многих это огромная проблема, несовместимая с вязанием. Так вот, на первом же уроке мы с вами разбираем три варианта расчетов. Два классических и один мой собственный, который очень прост, быстр и исключает ошибки. На втором уроке мы с вами разберем основные виды швов, которые применяются при соединении полотен. Потому что неаккуратный шов способен испортить любое самое замечательное изделие. Третьим уроком мы с вами проходим джемпер поперечно-злевого вязания. Джемпер для Наташи. Он состоит из трех деталей, то есть это моделирование. Мы не вяжем простые изделия, скучные и общепринятые. Мы вяжем очень интересные модели. И я думаю, что эта модель понравится вам. У нас девочки вязали, она подходит практически для любого типа фигуры. Четвертый урок это юбка на оборотке. Так она называется, потому что... А почему она так называется, вы узнаете, когда будете смотреть этот урок. Юбка нестандартная. Опять же, подходит практически для любого типа фигур. Кур необычная, но при этом, как и все предыдущие наши изделия, она вяжется гораздо проще, чем выглядит. То есть кажется, что она непонятно как сделана. Вы ее свяжете и получите удовольствие и от процесса вязания, и от того, что будете такую юбку носить. Третий курс вязания посвящен автоматизации. То есть мы с вами будем проходить программу Книдстайлер. Она дает возможность не считать и упрощает процесс построения выкроек. Очень много плюсов у этой программы. Пользоваться этой программой могут владельцы любых вязальных машин, либо спиц. Первая часть. Это 5 теоретических уроков по программе. То есть Книдстайлер за 5 дней. Мы с вами проходим теорию, изучаем программу полностью. И шестым уроком мы с вами вяжем изделие. Для подтверждения, опять же, усвоенного материала. Это практическое занятие. Майка черничный смузи. У меня тоже девочки вязали. Идет практически любому типу фигуры. И бонусный урок. После выполнения черничного смузи мы получаем майку трапеция. Интересное изделие. Очень много у него необычных нюансов вязания. Выполнить его без программы очень сложно. В программе выполняется на раз-два. Без использования программы Книдстайлер такое изделие вязать крайне сложно. Оно очень неравномерное и для расчета, скажем так, не очень приятное. В программе такое изделие можем построить и рассчитать минут за 10. Четвертый курс вязания посвящен практике работы в программе Книдстайлер. Если вы уже пробовали работать с программой, то наверняка знаете, что там есть конструктор с представленными моделями. И скорее всего вы уже знаете, что модели там не очень интересны и абсолютно старомодны. Поэтому наша задача взять эти модели и адаптировать под свои мерки. Мы будем строить и корректировать 5 основных предметов гардероба. Первая модель это кимоно. Достаточно просто конструируется с нуля по своим меркам. Вторая модель это вточной рукав. Вточной рукав является одним из самых сложных элементов вязания, потому что требует особый посад. Нюансов много, мы все эти нюансы разберем и доведем модель конструктора практически до совершенства. То есть мы посадим на вашу фигуру все модели, которые представлены у нас в конструкторе. Третий урок это юбка. Юбка прямая, юбка клинка, при этом выполненная достаточно хитро. Она спереди долевая, сзади поперечная, по бокам под уголком связана. Имеет выточки, но при этом выполнена так хитро, что выточек вы не заметите. Идеально сядет на вашу фигуру, даже если вы сомневаетесь, что такое возможно. Юбку свяжут все. Две детали, которые мы еще не представили, потому что они у меня в разработке, в ближайшее время будут готовы. Это спортивный костюм на примере реглана и спортивных брюк. Брюки у нас точно так же отсутствуют в конструкторе. А реглан требует серьезной корректировки. Мне он там в принципе не нравится, мы будем его полностью менять. Плюс к этому мы с вами оформим накладными карманами брюки и карманом кенгуру, спортивный джемпер или реглан. Не забывайте, что чужой опыт экономит нам годы экспериментов. Экономит время, силы и дает очень много положительных эмоций, потому что у вас точно все получается. Задача не взять и связать сразу подарочное изделие. Задача постепенно увеличивает нашу нагрузку, потому что, вы видели, изделия мы вяжем разные. Они очень просты в исполнении, но крайне эффектно смотрятся на модели. Тот темп, который мы с вами берем на уроках, потому что у нас идет один урок в неделю, не дает времени ни бояться, ни сомневаться. Вы успеваете выполнить задание, но при этом не успеваете начать в себе сомневаться и бояться. Курс подходит для вязальных машин с нитеводом и ручной прокладкой. Неважно, какая у вас машинка, все машинки имеют одинаковый принцип вязания. Делятся только по принципу нитевод и ручная прокладка. Еще раз напоминаю, что курс стартует 15 сентября. И, если вы не посчитали, за 4 месяца обучения мы с вами свяжем 13 полноценных готовых изделий. Все ссылки вы видите под этим видео.